Малина – ремонтантный уход и выращивание. Ремонтантная малина – это группа сортов данной культуры, которые по сравнению с обычными имеют следующие особенности – продолжительность. Плодоношение ремонтантной малины по сравнению с обычной составляет от полутора до двух месяцев при выращивании в южных районах культура. Может давать за год до двух урожаев. Ягода у ремонтантных сортов более крупная, сладкая, плотная, имеет как красный, рубиновый так, и желтый, оранжевый или же вовсе золотой цвет. Она лучше поддается транспортировке и хранению. Ремонтантные сорта требуют более тщательного ухода. Малина ремонтантная. Эти особенности необходимо знать и учитывать для того, чтобы понимать, как ухаживать за ремонтантной малиной. Правильно и получать при этом хороший урожай вкусной ягоды. Требования к условиям. Для выращивания такой культуры, как ремонтантная малина, необходим участок со следующими условиями почва. Для выращивания малины ремонтантной необходимо высокоплодородная связна с упищенной или суглинистой почвой с высоким содержанием питательных элементов, слабокислой или близкой к нейтральной реакции среды. Свет в средней полосе и северных регионах. Выращивать ремонтантные сорта следует на постоянно освещенных в течение светового дня местах. В южных районах для того, чтобы культура не пострадала от палящего солнца, а ее посадки размещают в плотени, влага, малина не переносит подтопление корневой системы, поэтому для ее выращивания необходимо выбирать высокое место с глубоким залеганием грунтовых вод. Защита от холодных ветров. Для того, чтобы защитить посадку от сквозняков и холодных ветров, ее следует сажать вблизи капитальных строений, заборов, кустов. При этом необходимо следить, чтобы такие преграды для ветра не затеняли посадку. Посадка. Различает два срока посадки данной культуры – весенний и осенний. Осенний менее предпочтителен, так как не дает растению корениться и адаптироваться. Поэтому большинство дачников высаживают приобретенные саженцы малины ремонтантной ранее весной после того, как почва оттаяла, прогрелась и просохла. Правила посадки. Перепосадку ремонтантной малины весной осуществляют двумя способами – рядовым и кустовым. При рядовом способе перекопанной. С осени участок при помощи шнура разбивают на ряды. Расстояние между ними от 1,5 до 2-2,5 метра. Для посадки отдельных саженцев в ряду делают транши-коли ямки глубиной 30-35 сантиметров. На дно ее их засыпают слой компоста или перегнившего навоза толщиной 5-8 сантиметров. Расстояние между отдельными растениями в ряду, в зависимости от их кустистости и силы роста, составляет от 0,5-0,6 до 0,9 метра. Совет. Как знает любой бывалый садовод, нельзя сажать рядом сорты обычной и ремонтантной малины. Они имеют одинаковый внешний вид и переплетаясь с корневищами, образуют сплошную посадку, в которой совершенно непонятно какой из побегов следует обрезать под корень на зиму, а какой следует оставить. Поэтому их посадки следует размещать в разных частях. Если же такая ситуация возникла, то различить эти виды можно в осенний период. Визуально отличается обычный сорт малины от ремонтантного. Будет по остающимся на верхушках однолетним побегом последнего по не успевшим вызвать завязям ягод. Отличить сорта по другим признакам, характеру стебля, форме, размеру и окраске ягоды, степени окраски листьев могут только опытные садоводы или специалисты. При ограниченном размере участка малины данных сортов можно посадить кустовым способом, для этого расстояние между рядами отдельными. Кустами в рядах делают одинаковым, равным 1,5 метра. Высаживают саженцы при таком способе в ямке, глубиной 30-40 сантиметров, со слоем торфа, перегноя или другого органического удобрения на дне. При любом способе посадки саженцы засыпают землей до уровня корневой шейки, почву вокруг них уплотняют и посадку тщательно поливают. При посадке на очень легких песчаных почвах, для того, чтобы корневая шейка саженцы не пересыхала, ее заглубляют на 3-5 сантиметров ниже поверхности почвы. Посадка ремонтантной малины на заметку. Здоровый саженец, приобретаемый в питомнике или в специализированном магазине, должен иметь хорошо развитую корневую систему и надземную часть, укороченную до длины 30-40 сантиметров. Уход. Период вегетации. Требует малина. Ремонтантная уход и выращивание. Период вегетации, состоящий из следующих мероприятий. Полив. Подкормки. Рыхление. Мульчирование. Обрезка. Утепление. Полив. В отличие от обычной, ремонтантная малина требует тщательного полива. Выполняют его регулярно, поддерживая верхний плодородный слой почвы толщиной 25-30 сантиметров во влажном состоянии. Первый полив производят весной при посадке новой плантации, последующей по мере просыхания верхнего слоя почвы в засушливые периоды. Также обильно поливают посадку после сбора ягод. Полив осуществляют при помощи лекали системы копильного полива. Расход воды на один куст зависит от степени ссушения почвы, ее механического состава и в среднем составляет примерно 8-10 литров. Полив малины подкормки. Подкормка производится рано весной таким комплексным удобрением, как нейтралмофоск в дозе 80-100 грамм. Квартал удобрения при этом разбрасывают по поверхности и заделывают почву при ее рыхлении. В дальнейшем подкормки минеральными удобрениями. В течение летнего и осеннего периода на плодородных почвах на посадках не применяют. Они могут спровоцировать рост вегетативной массы и затягивание сроков созревания урожая. Подкармливают растения органическими удобрениями 2-3 раза за сезон. Водным настоем коровяка 1 час 10 минут или птичьего помета 1 час 20 минут. Расход таких настоев на один куст составляет 3,5-4 литра. Рыхление для того, чтобы вырастить полноценный урожай, необходимо производить периодическое рыхление между ряде и пространство между кустами малины в рядах. Выполняют этот прием в следующие сроки, ранней весной, до распускания почек на побегах, летом по мере появления сорняков и иссушения. Верхнего слоя почвы последнее рыхление производят перед самыми холодами осенью, чтобы уничтожить последние сорняки. Рыхление почвы рыхлят при помощи тяпок и плоскорезов в условиях больших плантаций, навесными культиваторами или баронами. Глубина рыхления в междурядьях должна быть от 10 до 15 сантиметров в ряду между растениями и не более 6-8 сантиметров. Мульчирование Многие опытные садоводы начинают уход за ремонтантной малиной весной с подкормки и мульчирование плантаций. Последний прием состоит в укрытии всей поверхности почвы 5-8 сантиметровым слоем торфа, опилок, соломы. Возделывание малины с применением мульчирования позволяет избежать необходимости частых рыхлений, уменьшает испарение влаги из почвы. Препятствует росту и развитию сорных растений. Опадающая на такую мульчу как солома или сухая трава ягода не загрязняется. Обрезка Различают два вида обрезки. Весеннюю после того, как побеги прошлого года вышли из зимы, их тщательно осматривают и удаляют. Или укорачивают поврежденным морозом, грызунами. Осенью-осенью удаляют двухлетние побеги и при выращивании как однолетней культуры все побеги текущего года. Обрезка малины При обрезке используют острый секатор или садовый нож. Все срезанные побеги сжигают. Утепление при выращивании малины без удаления осенью надземной части плантации утепляют. Для этого после удаления слабой поросы однолетние побеги пригибают к земле и присыпают их вершинки землей. При выпадении снега побеги засыпают им полностью. Ранее весной после таяния снегового укрытия кончики побегов откапывают и распрямляют. Получение урожая В зависимости от региона выращивания различают технологию выращивания малины ремонтантной как однолетнего или двухлетнего растения. Выращивают как однолетние растения малину ремонтантных сортов в средней полосе и северных районах. Для этого осенью все побеги срезают на уровне земли. На следующий год образующиеся однолетние побеги не будут конкурировать за питание с двухлетними, давая в конце августа-начале сентября. Богатый урожай В двухлетней культуре садить и выращивать ремонтантную малину специалисты советуют в условиях южных районов. Для этого осенью удаляют под корень двухлетний от плодоносившей побеги, а однолетние слегка укорачивают, пригибают к земле и утепляют снегом. Весной рядом со старыми побегами появляются новые однолетние, которые, наряду с оставшимися с прошлого года, будут плодоносить в текущем сезоне. Такая технология позволяет получить два урожая с двухлетних побегов в середине лета, а с однолетних – в начале осени. Урожай малины. Ягоду малины ремонтантной собирают при достижении ее зрелости. Собранный урожай употребляют как в свежем виде, так и используют для приготовления различных домашних консерваций, джемов, варенья, компотов, настои, которые можно будет с удовольствием открыть зимой. Размножение. Разведение данной культуры в условиях дачных участков осуществляют двумя способами – корневой порослью, для этого центральную часть корневища куста удаляют, после чего из каждого из оставшихся отдельных побегов за сезон врастает новый куст. Осенью полученные саженцы выкапывают и пересаживают на новое место корневыми черенками. Осенью выкапывают корневища, разрезают его на черенки длинные 10-15 см и хранят до весны в подвале в увлажненном грунте. Весной каждый черенок высаживают в траншейке на глубину 8-10 см, размещая их при этом горизонтально. Совет. Если при делении корневищ остается обрезок с двумя почками, но имеющий длину меньше чем 10 см, его также используют для размножения. Высаживая весной вместе с длинным черенком. Размножение малины черенками размножение семенами в дачном садоводстве не применяется. Его используют селекционеры для получения новых сортов. Для этого они собраны из вызревших ягод. Семена сначала стратифицируют, а затем высеивают в теплицу. После появления сеансов и их подращивания в течение 1-2 лет их высаживают открытый грунт. Сорта. Любой ремонтантный сорт помимо скороспелости и других показателей обладает такой важной характеристикой для дачников и садоводов. Как крупность ягод. Среднеплодные сорта имеют ягоды весом до 5-7 г. Бабье лето, бабье лето 2, жар птица, августина, интарная. Урожайность одного куста таких сортов составляет 2-2,5 кг. Крупноплодные сорта могут образовывать ягоды весом 10-12 и более грамм. Геракл. Золотая осень. Оранжевое чудо. Брусвяна. Атлант. Позволяя получать с одного куста до 3,5-4 кг ягоды. Малина на дачном участке дачи или приусадебный участок уже немыслимо без такой культуры, как малина ремонтантная. Вкусная и ароматная ягода требует от садовода тщательного ухода. Только выбрав правильный участок, где можно садить малину, выполнив своевременный полив, рахление, мульчирование, подкормки и обрезку. Можно получить высокий урожай этой культуры. Культивирование же ее без соблюдения всех требований и технологии выращивания приведет к получению мелкой и невкусной ягоды угнетенной сорняками плантации, где будет себя хорошо чувствовать как любая болезнь, так и вредитель данной культуры. Видео.